Добрый день, уважаемые коллеги! Очень интересное обсуждение проблем меланома кожи. Я, в свою очередь, хотела бы остановиться на комбинации таргетной иммунотерапии, именно когда и кому следует назначать. Можно переключать или... Да, прошу прощения. На данном слайде мы видим эволюцию лекарственной терапии, с начала появления химиотерапии, далее таргетные иммуно-онкологические препараты и, как логичное продолжение этой эволюции, изучение комбинации этих препаратов, а именно таргетных и иммунологических препаратов. Предпосылками к изучению тройной комбинации велось то, что на основании предыдущих исследований выявлено, что комбинация таргетных препаратов приводит к более высокой частоте объективного ответа, но эти ответы, к сожалению, не так продолжительны. А иммунотерапия, в свою очередь, обеспечивает длительные ответы при более низкой частоте объективных ответов. К тому же назначение таргетной терапии брафомеконгибиторов способствует коммунизации микроокружения и самой опухоли путем притока Т-лимфоцитов, а именно CD4 и CD8 Т-клеток, и снижает количество регуляторных и супрессорных клеток. В связи с этим повышается количество меланомоассоциированных антигенов, делая опухоль более иммуночувствительной. И в настоящее время проводилось три крупных исследования, в которых изучалась комбинация таргетной иммунотерапии. Это КОМБИА, где изучался спортализумаб с доброфенибом, траметинибом, пембролизумаб с доброфенибом, траметинибом и атезализумаб, пемрофенибом и кобеметинибом исследования МСПАЕР-150. По тем или иным причинам, по установленным первичным конечным точкам, первые два исследования, к сожалению, не были зарегистрированы в силу недостижения цели. Однако исследование МСПАЕР-150 оказалось позитивным. И на основании этого исследования тройная комбинация была зарегистрирована. Исследование МСПАЕР-150 заключалось в том, что двум группам пациентов назначалась таргетная терапия в виде водного цикла. И одной группе добавлялась иммунотерапия препаратом ПДЛ-1 от эзализумаба. Критериями включения в исследование были пациенты с подтвержденной неоперабельной меланомой, смутированной меланомой по БРАВА-600, общему удовлетворительному статусу ЭКОК, измеряемым очагам, наличие измеряемых очагов и отсутствие предшествующей системной терапии. Стандартными критериями исключения были активные метастазы в головной мозг, второе излокачественное новообразование и перенесенное серьезное аутоиммунное заболевание. В обоих группах пациентов, как мы видим, эти группы по характеристикам хорошо сбалансированы, идентичны. И поэтому мы даже видим, что и в той, и в другой группе у третьих пациентов отмечался повышенный уровень ЛДГ. Что же получили? Так как первичной и конечной точкой являлось время беспрогрессирования, по оценке исследователей, эти данные указаны на графике. Мы видим, что да, присоединение отезолизумаба к комбинированной таргетной терапии значимо увеличило время беспрогрессирования. И имеются данные почти двухлетние, 18 месяцев, где мы видим, что 43 пациента доживают до 18 месяцев без прогрессирования. И здесь, на данном графике, на данном слайде, данные времени без прогрессирования этих трех исследований. Мы видим, что в комбио-исследовании нет клинических значимых различий, но в исследовании Кейнот-022 имеются достоверные клинические значимые различия, но, к сожалению, они не совпадают с тем заложенным значением, которое было заложено в начале исследования. Таким образом, время беспрогрессирования в исследовании Inspire 150 оказалось позитивным, обладало преимущество и также являлось клинически значимым. И время беспрогрессирования не зависело от групп, по подгрупповому анализу, и имело преимущество в тройной комбинации. Как уже отмечалось ранее, частота объективного ответа оказалась идентична и в одной, и во второй группе и достигала 65%, что достаточно высокий результат. Эти ответы в исследовании также было выявлено, что комбинация добавления отозолизумаба значимо увеличила длительность ответа. Мы видим, что почти на 8 месяцев длительность ответа оказалась выше при добавлении отозолизумаба. Ну и данные общей выживаемости доступны только данные двухлетней выживаемости, потому что исследование проводится недавно, и мы в этом исследовании участвовали, мы видим, что имеется уже расхождение графиков, начиная с годичного интервала, и я думаю, нам нужно время, чтобы дождаться результатов окончательных. И здесь данные также общей выживаемости всех трех исследований. Мы видим, что и в одном, и в другом исследовании данные общей выживаемости клинически незначимы, а в Inspire 150 имеются значимые различия общей выживаемости. Что касается профиля безопасности, то, конечно, комбинация отозолизумаба с таргетной терапией оказалась токсичной по нам знакомому же профилю токсичности таргетной терапии и токсичности иммунотерапии. Иммунологические осложнения в основном проявлялись такими стандартными осложнениями, как эндокринные нарушения, печёночные нарушения, но эта токсичность была хорошо управляема. И здесь указан профиль токсичности двух групп, где мы видим, что все пациенты имели ту или иную токсичность, и вся эта токсичность была непосредственно обусловлена лечением, и серьёзные осложнения в той и другой группе были сопоставимы и встречались у каждого третьего пациента. Та токсичность, которая приводила к отмене всей терапии, и в той и другой группе оказалась идентичной. Но те осложнения, которые привели к отмене терапии в обоих группах, она оказалась одинаковой по количеству нескольких нежелательных явлений. Мы видим, что 12-15% данное лечение привело к отмене терапии, и в основном иммунологическими причинами являлась... Извините, пожалуйста, слайды сами по себе переключаются. Какой же профиль пациента на тройной комбинации? Конечно, это более благоприятные пациенты с наличием бравмутации, с общим удовлетворительным статусом, с уровнем ЛДГ, повышенным или нормальным. Я считаю, что и тем, и другим можно назначать тройную комбинацию с распространенным статусом. Определяет ли статус ПДЛ? В этом исследовании определяли статус ПДЛ. Что касается большой вухолевой нагрузки, обращать на это внимание или не обращать, и какая скорость прогрессирования. Хотела бы остановиться на некоторых факторах, которые изучались в исследовании, которые могут быть предиктивными. Например, уровень ЛДГ. ЛДГ, как мы знаем, играет важную роль в метаболическом механизме опухолевого роста, является ключевым фактором, связанным с прогрессированием процесса. И в этом исследовании оказалось, что да, те пациенты благоприятные, у которых низкий уровень ЛДГ, и имеется ПДЛ положительный статус, они отвечают гораздо лучше, и длительность ответа у этих пациентов также выше. Но оказалось, что те пациенты, у которых ЛДГ был достаточно высок, и отрицательный ПДЛ статус, то эти пациенты также отвечали с лучшее время, без прогрессирования было однозначно лучшее у этих пациентов, и длительность ответа у этих пациентов оказалась выше. Вот, казалось бы, более неблагоприятная группа, но также отвечали на терапию тройной комбинации. Здесь данные пациентов с нормальным уровнем ЛДГ и ПДЛ позитивным статусом. Здесь возникает вопрос, может все-таки определяется ПДЛ статус у пациентов с меланомой кожи? Следующий маркер предиктивности, который мог бы играть роль, это опухолевая нагрузка. Мы видим, что да, те пациенты, у которых опухолевая нагрузка составляла 10 мутаций на мегабазу, отвечали несколько лучше, и клинически значимо лучше, с длительностью ответа, более высокой, чем те пациенты, у которых была более низкая мутационная нагрузка. Следующий фактор, это CD8. Оказалось, что те пациенты, у которых было больше количества CD8-т-лимфоцитов, также лучше отвечали на лечение с увеличением времени без прогрессирования и длительностью ответа. Это были те основные факторы, которые обсуждались, изучались в исследовании Inspire 150, и также в Inspire 150 изучалось влияние тройной комбинации на скорость развития метастазов в головной мозг. Влияет ли данная комбинация на этот показатель? Да, оказалось действительно, что добавление отеза лизумаба к таргетной терапии значимо увеличивает время до появления первых метастазов в головной мозг по сравнению с таргетной терапией. И также снижает кумулятивную частоту возникновения метастазов в головной мозг по сравнению с группой таргетной терапии. И в итоге этого исследования было выявлено, что добавление таргетной терапии к тезолизумабу к таргетной терапии значимо улучшает время без прогрессирования по оценке исследователей, общую выживаемость и также длительность ответа. А токсичность, она соответствует всем видам токсичности таргетной иммунотерапии. И это токсично управляемое, и новых угроз каких-то в этом исследовании по безопасности не было выявлено. В связи с этим тройная комбинация в настоящее время зарегистрирована в рекомендациях НССН. А в российских рекомендациях она пока не появилась, но уже зарегистрирована и одобрена в России как новое показание для тройной комбинации иммунотерапии и таргетной терапии. Ну, одна голова хорошо, а три лучше. Спасибо большое за внимание. Слайды быстро переключались и как раз так бегло прошлась по профилю пациента. Хотела бы просто отметить, что по моему мнению, кому же назначать комбинированную таргетную иммунотерапию, мне кажется, вопрос этот еще новый и свежий, потому что нужно ждать окончательных результатов, но в настоящее время можно пробовать назначать всем пациентам с брахмутацией, но с большой эпохолевой нагрузкой. Я думаю, не опираясь на уровень ЛДГ, на ПДЛ, просто нам самим индивидуально решать, кому бы назначить комбинированную иммунотерапию, двойную комбинацию, кому бы назначить тройную комбинацию с таргетной терапией. Это все зависит сейчас от лечащего врача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok